всем привет добро пожаловать на наш канал дом 9 очередная болталочка хотела вам рассказать одну историю у нас недавно солнышко такое у нас недавно случилась такая ситуация у нас есть если вы нас давно уже смотрите у нас есть собачка маша йорки вот нормально ей уже 10 лет все хорошо но там были например там кто-то укусил ее там на коже там какие-то были проблемы но там сходили в общем за эти 10 лет мы по моему пару раз только были у ветеринара потому что там либо кто-то ее укусил и нам дали какую-то там кремчик и чтобы она не чесалась медицинку вот а так мы каждый год делаем эти прививочки у нее обязательно вот и кстати здесь за я не знаю как в других штатах но вот именно где мы живем в калифорнии за собаку надо платить лицензию что типа вот вы ее держите мы 38 долларов в год платим за то что у нас собака а все конечно я думаю если вы не делаете прививки собакам и нигде они типа не засвечены может быть и не надо платить эту лайсенс называется пэт лайсенс вот так как мы делаем раз в год специальные все прививки то обязательно нам приходит абилл счет и мы его оплачем 38 долларов вот но с другой стороны если она потеряется то она зарегистрирована что если вдруг что-то как говорится они знают куда возвратить ее вот ну в общем 10 лет нашей девочки вот и тут она значит начинает не хочет кушать бывает у нее вообще йорки они такие очень капризульки вот не хочет кушать ну не хочет кушать не хочет кушать там ну к вечеру захочет нет к вечеру не захотела вот значит а на следующее утро в общем ее стало тошнить ну бывает обратно же но потошнит потошнить ну в течение дня значит там ее потошнило вот ну может пройдет не прошло на следующий день еще полдня но не то что там она бесперерывочная вот и это самое в общем стали как-то замечать во-первых кушать перестала думаю что-то не того что-то не того ну туда-сюда значит думаю но обычно там что-то может пройдет что-то может быть у ляжется вот ничего не проходит вот у меня было там одно заседание я тоже думаю надо поехать к ветеринару назначила к ветеринару там допустим на четверг вот а сама как бы посматриваю потому что если вдруг что думаю пойду и срочно не отложку как бы свожу посмотрю думаю кто его знает может это проглотила может еще чего-нибудь может быть укусил кто-то понимаете я ж не знаю это же собака наш не может сказать там у болит но ходит главное заглядывает именно в глаза что типа мне очень плохо ну такая знаешь и знаете терпеливая такая вот но туда-сюда я на заседании вечером там была на одном дима мне пишет я ему говорила давай говорю сводим он говорит ну давай еще посмотрим пишет говорит марин приходи поехали ее свозим в неотложку у нас это называется emergency вот поехали туда вот но слава богу что там было немножко собак небольшая очередь так как и в госпиталь знаете здесь когда попадает что пока тебя примут ну там подождали мы конечно я думаю что в течение двух часов где-то вот у нас это пошлось ну а это раз не отложка то естественно ну как бы сервис идет конечно дорогой ну мы же должны знать что случилось мы приехали туда посмотрели значит посмотрел врач ветеринар сказала что узи сделала значит ультразвук вот этот что ничего у нее в желудочке там или там в горле ничего не застряла посмотрела как бы так вот именно своим вот как бы такое легкая узи они называют посмотрела ничего нету говорит а в районе желудочка говорит а какие-то затемнение есть ну надо конечно сделать еще снимки ночью тудым судым я говорю ну дайте что-нибудь и говорю чтобы если вдруг она потому что уже перестала ее тошнить я говорю если вдруг будет тошнит дайте ей что-нибудь от тошноты и дайте есть что-нибудь чтобы ну как бы для стимулант для чтобы ей хотелось кушать вот но туда-сюда вот конечно они насчитали там короб это если значит про дальше просветить сделать эти все снимки то значит это нам выйдет где-то все про все то что вот уже сделали все про все где-то будет около двух с половиной тысячи это просто это просто диагностика но я знаю потому что это не отложка я говорю хорошо говорю ну вот вы посмотрели ничего такого как бы прям прям щеча щеча сделать до четверга то что у меня говорю назначен в ее клинику которую мы отходили пару раз я говорю может подождать может типа не неотложная ситуация ну хорошо тогда говорю выпишите вот эти вот всю медицину говорю и мы тогда уже говорю доделаем все вот эти вот диагностику в клинике где она обычно ходит вот ну туда-сюда они согласились с этим вот и значит за этот первый визит у нас значит мы заплатили 432 там с копейками просто чтобы диагностика и ну вот эту медицину далека да кстати под кожу ей дали водичку но она все это время она пила хорошо как бы по маленькому ходила в туалет как бы но они горят на всякий случай чтобы вдруг обезваживания не было чтобы на почке там не дало осложнение ну понимаете как у людей тоже вот и в общем под кожу дали и далее ей а укол такой побольше чтобы ее не тошнило и помимо домой дали значит медицину вот значит 432 это за первый визит я не то что плачу я просто люди которые либо хотят завести собаку либо вообще какие представления не имеют я вот как бы рассказываю рассказываю свою ситуацию ну потом значит мы смотрим она так вроде бы и и не хуже становится но и не лучше обратно же не кушает вот но четверг пришел это мы во вторник ее в госпиталь возили четверг пришел значит и мы там надо было привести ее оставить восемь часов они там как бы посмотрят чё к чему всякие разные диагностики поделают и потом уже нам сообщат что к чему ну как раз я приехала и там доктор пришел кстати с с хорватии в общем оттуда во доктор помню бог богданович такой нормальный вижу что понимает чё к чему вот объяснил чё к чему говорит выглядит как на какое-то воспаление потому ее как бы вот тошнит ну очень посмотрел туда-сюда вот поделали снимки сделали снимки просветили ее и увидели у нее что 7 миллиметров или 7 сантиметров ночью опухоль какая-то вот они говорят но это связано именно по это как как для людей говорю по женским органам вот но он предложил значит от всего этого избавиться вот ну и заодно он хотел послать в общем в этот вот массу как они называют на экспертизу посмотреть злокачественное не злокачественное вот значит там очень сделали ей операцию вот но они здесь конечно предупреждают когда приходишь вот в клинику они говорят да операция будет не дешевая вот если вдруг что если то что вы сейчас будете делать собаки выставит вас на улицу как говорится но денег нету и вы заплатите последние деньги и вам придется жить на улице то тогда я вам говорит это не советую но так вот как бы они здесь как говорится делают такое понятно что это ваш как говорится в кавычках ребеночек четвероногие но они также как говорится объясняют что это не дешевая процедура и как говорится ваша жизнь все равно важнее чем вашего питомца ну как так они объясняют я говорю я все понимаю говорю мы делаем процедуру операцию вот сделал он операцию в общем скажем так все по-женски пришлось удалить вот и вся эта процедура нам стало 2 400 там значит 432 и вот это вот процент дело в том что вы помните там две просто диагностика было в первом госпитале там две с чем-то а тут именно и процедура сама потому что если там еще и процедуру добавили наверно там тысяч шесть семь было если в не больше вот и в общем за эту операцию мы заплатили 2 400 так что ну все у нее нормально потом эту массу они послали на следующий день сам доктор позвонил и сказал что не нашли они ничего злокачественного в этой массе просто как даже воспаление никакого не нашли просто как вот именно такое как вот нарост какой-то что ли вот сказали что все нормально вот две недели через две недели надо вернуться швы снять потому что там аж тройные швы были внутренние два внутренних как бы шва шло и один наружный обычно делают такие которые раствора растворяющие вот но в этот раз сделали именно чтоб такое как бы покрепче и то сделали именно и наружной тоже сейчас вас переключу покажу вам нашу утре утренние пробки в городе сакраменто еду на работу мне сегодня 5 часов перевода без перерыва так что еду на мою подработку скажем так да кстати а после моего первого видео там очень много было комментариев если вы не читали насчет работы и подработки можете сходить почитать очень много было разных комментариев типа если специалист хорошие то ему одной работы будет хватать и той же зарплаты я соглашусь с этим да может быть и так но не забывайте что калифорния это как говорится вам не дешевый штат здесь все если хочешь хорошо жить вот то здесь все стоит больших денег скажем так про недвижимость про машины да и вообще особенно но я думаю что сейчас у всех очень все поднялось и цены на продукты а уж про бензин я вообще молчу так что насчет маши возвращаемся в общем на этой неделе надо будет ей швы убирать и еще врач проверить что все нормально было но потом сказали через какое-то время может быть еще узи повторить посмотреть как там у него внутри все вот как бы проверку такую сделать вот но это туда попозже чуть-чуть вот так что вот такое у нас было переживание на прошлое на прошлой недельки вот вот видели сейчас какой у нас здесь быстрый человек хотел быстренько проехать вот так вот нас напугала была наша манюня но это наша наш ребеночек четвероногий вот конечно у нас даже вопросов не было делать или не делать операцию у нас насчет этого так хотя некоторые даже говорят да что переживать это же собаки нет у нас это по-другому мы переживаем и за собак и за людей но вот мы такие люди вот наши пробочки утренние вот интересно где вы живете у вас есть такие пробки по-английски трафик вот но это утренние это еще ничего потому что это я еду от дантауна а если в дантаун то ехать то там еще больше людей едут в дантаун в общем хотела поделиться с вами об ценах если у вас есть домашние животные я кстати очень часто вижу люди которые переезжают сюда ну с разных стран я имею ввиду наши славяне то они очень часто задают такой вопрос к как можно перевести допустим либо кошку либо собаку вот это конечно тоже и и денег стоит и по приезду здесь просто я как бы хотела такое видео записать что здесь все таки это не дешевое удовольствие понятно что есть здесь тоже как бы страховки такие или как называется на страховки на здоровье как вот мы за людей здесь платим то можно за собак и кошек платить кстати не только за собак и кошек здесь вообще из-за разных зверюшек какие у вас есть но я скажу что там тоже не все покрывает в основном там просто как говорится если ты придешь к ветеринару просто осмотра если как таковую процедуру какую-то или там тоже узи или какие-нибудь там просвечивания допустим там делать как у нас здесь называется x-ray то это тоже будет все добавочных денег как таково почему мы не брали вот этот вот именно страховку на здоровье наши машульки то как таково во первых она у нас не болела во вторых все равно если какие-то такие экстренные процедуры надо было делать все равно нам надо было доплачивать но и смысл например платить именно страховку хотя сейчас насчет этого подумываем потому что у димы на работе есть там тоже помимо страховки на людей предлагают страховки на животных вот хотим посмотреть сколько и почем она стоит вроде бы не так дорого но обратно же все экстренное такое вот именно как вот нам бы понадобилось в этот раз она бы не покрыла все равно бы нам надо было платить наличкой имеется ввиду наличкой или кредитной или как то что не покрывается страховкой потому что они не могут застраховать если у вас будет это процедура если у вас будет эта процедура не знаешь же какая процедура у вас будет а именно прийти провериться там раз в год или там раз в полгода я не знаю еще не смотрела на счет этой страховки то она как бы там сколько-то плотишь не зная то на то будет или нет я знаю что здесь То есть просто, когда прийти проверку сделать, ну просто визит такой, то во всех, в разных клиниках и разных госпиталях по-разному, ну вот такое более-менее сейчас, именно 70, около 80 долларов, где-то 78-79 долларов стоит, чтобы просто как бы врач осмотрел и, например, там посоветовал, что надо делать, как надо делать. А уже именно добавочные там процедуры или медицина какая-то, то это уже, конечно же, добавочных денег бы стоило. Вот, так что хотела с вами поделиться, чтобы люди, которые либо хотели бы завести собаку, либо уже завели собаку, примерно имели представление, что может быть такое. Хотя я знаю, вот у наших родственников, у них тоже три собачки, пуделя, то у одной собачки она неудобно или как, неправильно прыгнула и сломала одну ножку, где бедро, то они делали операцию на ножку, значит, и им тоже стала 3000 эта операция. Так что здесь это реальных денег стоит. Если думаете завести собачку или кошечку, вот, то имейте в виду. Так что хотела вам с вами поделиться. Ну, показала вам немножечко наши утренние пробки в Сакраменто. Вот, ну, если вам такие болталочки нравятся, хотя я в первом видео, которое поставила, очень много людей написала и попросили, чтобы такие болталочки записывали, пишите мне, какие темы вам интересны. Ну, вообще не обязательно, если кто-то сюда едет, просто вообще какие-то для сравнения, то пишите эти вопросы, буду на них вам отвечать по возможности. Что знаю, буду говорить, отвечать. А что не знаю, узнаю и постараюсь тоже ответить. Все, давайте всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok